Здравствуйте, это новости на Дону в студии Дарья Шулик. Если дом невозможно достроить, дольщикам дадут квартиру в другом. Такую важную поправку в закон приняли депутаты ЗАГС Собрания. На первом в этом году заседании присутствовал губернатор. Василий Голубев поучаствовал в обсуждении полусотни вопросов, среди которых изменение областного бюджета, поддержка дольщиков и садоводов, повышение безопасности газового оборудования. Отчет о работе полиции – традиционный вопрос февральского заседания парламента. Начальник Донского МВД рассказал, меньше стало убийств, разбойных нападений, грабежей и краж, а беспокойство вызывает рост повторной подростковой преступности. Увеличилось и число особо тяжких экономических правонарушений. Резюмировал доклад губернатор. Василий Голубев призвал вести точечную работу с конкретными проблемами и уделять больше внимания предпринимателям. Бизнес – это резерв, который мы не реализовали в Ростовской области. Это может быть совершенно другая история с точки зрения пополнения доходной части бюджета, привлечения населения, создания новых рабочих мест. Это точно требует внимания. И этого я буду требовать от всех правоохранителей, работающих на территории Ростовской области. По этому поводу проведем еще раз отдельный разговор. Дальше депутаты приняли поправки в закон о бюджете. Его доходы выросли на миллиард 200 миллионов рублей. Это целевые федеральные 777 миллионов на лекарства для нуждающихся, плюс сверхплановые деньги с акцизов на алкоголь. Расходы областного бюджета предлагаются к увеличению на 5 миллиардов 200 миллионов рублей. И источником их увеличения являются как налоговые доходы, о которых я вам сказала, и безвозмездные поступления федерального бюджета, и остатки средств на едином счете на 1 января 2019 года в объеме 4 миллиардов рублей. После трагедии в шахтах депутаты ЗАГС обратились в Госдуму с предложениями дополнить федеральные законы для усиления газовой безопасности. Обсудили на заседании 4 поправки в областной закон о поддержке обманутых дольщиков. Теперь, если дом невозможно достроить, участники долевого строительства смогут получить квартиру в другом. Чтобы точно понять, какой дом можно достроить, какой дом достроить нельзя, нужно решение властей соответствующего города или района. А это решение может быть принято только на основе заключения специалистов в этой сфере. На повестке и закон о присвоении Ростова статуса административный центр области. Это позволит привлечь дополнительные деньги на дороги, благоустройство, транспорт, охрану природы, сохранение исторического облика и другие направления. Юлия Сурикова, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Герои в нашей памяти живут. И подтверждением тому полсотни выставок, концертов, соревнований ко Дню Победы. С середины января до Дня защитника Отечества в Гукове проходит военно-патриотический месячник. Приступите! Военная форма не школьная. Коварные пуговицы солдатской гимнастерки одних замедлили, других вообще вывели с дистанции. Так что победу в соревновании на скоростное одевание, как и положено, уступили единственной девочке. Это очень было сложно. Сначала я штаны неправильно оделась. Причем пили заново их одевать. А с кофтой были эти сложности, этим и этим. Начальная военная подготовка для начальных классов – игровая. Викторина на военные темы – строевая подготовка, не покидая зрительского места. Для ребят постарше – урок мужества. В школе ДОСААФ рассказывают о местных ветеранах Чечни и Афганистана. Чтобы помнили мы и наши дальнейшие дети. Потому что мне кажется, что мы последнее поколение, которое видит, допустим, даже те же экспонаты, видит ветеранов. Я думаю, что мои дети уже не увидят ветеранов. Для наглядности уроков, шесть лет назад в школе ДОСААФ открыт музей боевой славы. Среди привычных военных артефактов есть и свои уникальные экспонаты. Это портреты, нарисованные в Чечне в 2002 году, прапорщиком Мироновым. Экскурсия по музею – часть патриотического месячника. И впечатления от нее, бывает, направляют на будущую профессию. После уроков, таких вот проводимых, как школа может подходит ко мне, в частности, будем говорить так, выпускники уже школ, это 11 класса, о том, как и куда лучше поступить им, в какие учебные заведения. Именно военные институты. С января по февраль школьники Гукова каждый год ходят на выставки, участвуют в спортивных соревнованиях, готовят творческие номера. И все на военно-патриотическую тему. В рамках месячника у нас запланировано более 50 городских мероприятий. Уже прошли различные возложения, митинги, фестиваль военно-патриотической песни «Виват Росе», который проводится в рамках областного фестиваля «Гвоздики Отечества». В патриотическом месячнике участвуют около 10 тысяч школьников. Анастасия Кованцева, Сергей Вишняков, Дон-24, Гукова. Сегодня самое время сходить на экскурсию. Любую. Лишь бы с гидом. И особенно внимательно этого гида послушать. Ведь 21 февраля – Всемирный день экскурсовода. Когда Наталья Степаненко создавала к Мундиалю авторскую экскурсию «Золотой мяч Ростова», перешерстила массу материала о развитии футбола на Дону, первой команде, лучших футболистах. Для человека в принципе далекого от футбола многие термины стали открытием. Но игра стоила свеч. Мундиаль прошел, а ее «Золотой мяч» по стадионам с историей, в том числе Ростов-Арене, до сих пор один из самых востребованных маршрутов. И взял награды сразу на двух всероссийских конкурсах. У нас посещение святая святых раздевалки футболистов. Есть возможность постоять в том коридоре, в котором футболисты стоят перед выходом на матч. Посидеть на тренерской скамейке. И когда проходим по всем этим замечательным местам, это восторг. Для нашей экскурсионной отрасли Мундиаль стал мощным толчком. Гости теперь не путают Ростов-на-Дону с Ростовом Великим. И узнали такие, что Ермак, памятник которому стоит на главной площади Новочеркасска, наш земляк. Они видят этот памятник, удивляются, почему здесь памятник Ермаку, он же сибиряк, говорят они. Но не сибиряк. Сибирь у России появилась благодаря этому казаку. К Новочеркасску, заметила экскурсовод Анжела Сиваш, заметно вырос интерес после запуска аэропорта Платов. Многие гости трансфер из Ростова в аэропорт или обратно совмещают с изучением казачьей столицы. Спроектированной, кстати, по типу Парижа. Были здесь и болельщики Мундиаля. Задали вопрос нам исландские болельщики. Есть ли сейчас казаки на Дону? На что переводчик, с которым мне довелось работать, переводчица, задала им ответный вопрос. А викинги есть? Они издали. Тут же организовали этот свой крик викингов, клич. Но чемпионат мира прошел и экскурсоводы разрабатывают для туристов новые маршруты. Здесь я видел, там есть фрагменты костей от животных каких-то, а где-то, видимо, человеческие. Причем это разные между ними, там несколько сот лет как минимум разницы. Акцент в этом году на античность – Боспорское царство. Экскурсоводы объезжают все точки и вносят, либо исключают из нового маршрута. Это место является действительно уникальным. Это одно из крупнейших гарантич античного периода, Елизаветинское. Оно не музеифицировано. Более того, сейчас раскопки находятся в незаконсервированном по полной программе варианте. То есть, когда, допустим, можно было и туристам показывать. Чтобы получился интересный маршрут, придется изучить массу документов проехать не один километр. Но ни это, ни постоянные рассказы об одном и том же не надоедают, уверяет экскурсовод с 30-летним стажем Наталья Степаненко. Все компенсируется интересам слушателей. Полностью отключаешься. То есть, какой-то щелчок. И самое главное, выходишь и думаешь, боже мой, где я живу? Какой замечательный край, на территории которого я живу. И куда приезжают к нам люди. И с удовольствием, с удовольствием они уезжают и говорят, мы еще раз сюда приедем. Марина Черных, Юрий Санкин, Дон-24, Ростовская область. Михаила Шолохова не стало ровно 35 лет назад. Он ушел 21 февраля 1984 года. Похоронен в Вешенской, в саду у дома на высоком Донском берегу. Его усадьба стала домом-музеем. А в Ростове есть Шолохов-центр, где сегодня можно увидеть личные вещи писателя и проникнуться духом семьи. Россия в почетном стоит карауле, успев на века постареть. Россия не верит, что Шолохов умер. А если поверить, что Шолохов умер, то значит и ей суждено умереть. Конечно, мы все понимаем, что это просто стихи. Россия не умерла без Шолохова, как не умерла без Пушкина, Гоголя, Толстого или Достоевского. Но вместе с тем мы понимаем, что Россию без Шолохова представить нельзя. На самом деле сегодня действительно такой день, в который мы стараемся, мы, в принципе, по-особому сегодня вспоминаем Михаила Александровича. В принципе, это всегда был такой момент, когда вся семья собиралась, вспоминали. Причем, ну, нету вот этой грусти. Да, он все равно, он живой, он живет в нас, в сердце и в голове каждого из нас. Из Вешенской привезены, конечно, немногие вещи. Но вот один из тех экспонатов, который абсолютно самодостаточен. Если бы мы сейчас убрали отсюда все совершенно, говорит Петр Шолохов, и оставили одну недокуренную сигарету Михаила Александровича, это рассказало бы нам гораздо больше, чем даже полная экспозиция со множеством вещей. Жизнь Михаила Александровича, она, в общем-то, как эта недокуренная сигарета, потому что сколько бы еще мог поведать и рассказать. Ну, в общем-то, это то, что действительно несет в себе такой очень глубокий сакральный смысл, прежде всего, для каждого из нас, для всей семьи, для каждого музейного сотрудника. Этот экспонат, он представляет наиболее такой значимый вес. У Михаила Александровича и Марии Петровны было четверо детей. Светлана, Александр, Мария и Михаил. Наш сегодняшний гид – Петр, внук Михаила Михайловича. Что самое главное, они всегда вот это вот хоронили чувство дома и семьи. Потому что это то, что у нас передается и продолжает передаваться. Семья – это главное. Кроме семьи нет ничего в жизни, ну, работы только. Поэтому и стараемся совмещать работу и семью. В качестве музейщиков, добавляет Петр Шолохов, наша семья может рассказать о деде, прадеде, писателе гораздо больше, чем какой-нибудь эффективный менеджер из Москвы, который приедет сюда делать этот музей. Поэтому здесь стараются ничего не таить в себе, а действительно рассказать всем и каждому. Радует, что мы смогли действительно в Шолохов-Центр привести дух семьи, дух дома. И особенно приятно, что это все совпадает с такими датами, как сегодня. Галина Белоусова, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Это все новости к этой минуте. Смотрите следующий выпуск в 18.30 в студии 2 Дарья Шулик. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум-класса «Лусио». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова